Смоленская С вышла на финишную прямую в реализации главного IT-проекта концерна «Росэнергатом» по внедрению информационной системы поддержки эксплуатации. Идёт подготовка к вводу её в промышленную эксплуатацию. Накануне проектная команда от центрального аппарата провела тестирование основных процессов по ремонту и эксплуатации оборудования. Система Торекс – цифровое решение, призванное автоматизировать и унифицировать на единой информационной платформе процессы эксплуатации, инженерной поддержки, технического обслуживания и ремонта оборудования, управления ресурсами и документацией. Реализация проекта позволит повысить надёжность, эффективность и безопасность АЭС. Масштабный IT-проект стартовал в 2019 году на пяти атомных станциях – Смоленской, Кольской, Балаковской, Белоярской и Ростовской. За управление проектом и обеспечение его экспертизой отвечает компания «Консист ОС» – внутренний интегратор и центр компетенции «Росэнергоатома» в области информационных технологий. Разработку и наладку системы выполняют внешние подрядчики концерна. Вместе с сотрудниками Смоленской АЭС проверяем все основные процессы, которых около ста процессы, связанные с ремонтом оборудования и эксплуатацией. Соответственно, сам проект у нас уже на стадии завершения опытно-промышленной эксплуатации. Мы прошли вместе с пяти астанциями первой волны, включая Смоленскую АЭС, очень большой путь. С февраля месяца этого года мы вступили в опытно-промышленную эксплуатацию. Опытно-промышленная эксплуатация – крайне важный этап. В это время необходимо было адаптировать систему Торакс так, чтобы она стала настоящим помощником, способным облегчить выполнение сложных и рутинных задач эксплуатации и ремонтов оборудования. Систему испытывали и тестировали на реальных и тестовых данных, проверяли реализованный функционал на соответствие требованиям технического задания, интеграцию с другими системами, отрабатывали последовательность действий персонала, устраняли выявленные ошибки, оптимизировали настройку интерфейсов согласно ролям пользователей. Плюс ко всему настраивали новое оборудование, которое будет использовать в работе эксплуатационный и ремонтный персонал, в том числе подрядных организаций.